Продолжение следует... С Тарковским сели, он говорит, Олег, ты знаешь что, ты можешь, вот, это мечта моей жизни, вот, сыграть жизнь и смерть в одном кадре. У меня есть образ, он взял из поэзии отца. Я свеча, я сгорел на перу, соберите мой воск поутру. Сможешь? Я, конечно, смогу. Что он мне старался сказать. Не вижу дыма. Субтитры подогнал «Симон» Красивые здесь места. Отец любил сюда же проезжать. Субтитры подогнал «Симон» Ну что? С Богом, да? Ну, здесь лежат фотографии. Сейчас посмотрим. Знаю место, где лежали. Сам их уже давно не открывал. Вот я с ним. Это известная фотография Игоря Гневышева, 79-го года. На территории Масфильма есть такой прудик. Знакомые все лица, как говорится. А первый у нас съемочный день был страшный. Мы играли, как мы тонули там. Корабль крушился. Как это снимали? Огромные. Чаши им построили. Ну, чтобы заполнить эти чаши с водой над несколько дней. Нельзя репетировать там. А он плавать не умел, кстати. Олег мне пожаловался, Грислав, я плавать не умел. Вся Рига узнает сегодня, какой ты человек, Иоганн. Я тебя прошу, Генрих, о нашей рыбалке никому. Ты спас мне жизнь. Я ему звонил примерно в день, мне кажется, в день за двадцать. До того, когда снимать, все случилось. Здесь основная часть нашей жизни с Олегом, конечно, в ресторане. Ну, и премьера полета во сне и наяву, когда он волновался больше, чем я. Не знаю, почему. Здравствуйте. Здравствуйте. Рыму напустили в лучших традициях. Тишина. Начали. Садитесь. Куда? Так, разойдись. Как всегда, первый сегодняшний день, естественно, значит, застолье. Выпили по первой рюмке. Вот, Олег Иванович, который сидит рядом, говорит мне, ну что, поедем? Репетировать. Это было? Не знаю. Там, блин, половина одиннадцатого. Я говорю, да. Вообще-то, за столом это как-то восприняли даже в первую секунду, как будто это какая-то шутка. Если бы не было Каренина, если бы я не прошла вот этот путь, эту работу, я бы, наверное, так до конца ничего и не узнала про него. Понять что-то невозможно. Ствол такой. Ствол такой. Мне кажется, мне кажется, как-то вот эти стоят еще так вдвоем. Зона, по-моему, какая-то своя. Видите, мне один бокал коньяка и один бокал виски. Мы познакомились так, как мечтали бы познакомиться с Олегом Ивановичем, миллионы советских граждан. Здравствуйте, Олег Иванович. Добрый день, подонок. У него это запросто было. Когда ему говорили, что вот великий и так далее, и так далее, потрясающий у него ответ был. Да карта так легла. Я так с ним согласен, потому что профессия актерская настолько, настолько зависит от очень многого количества факторов. И Олег Иванович, будучи действительно выдающимся актером, прекрасно понимал, что, ну как сказать, что ему повезло. Все мы говорим, что, ну так судьба, судьба нас так вот ведет. По-моему, это редкий случай, когда он мог править свою судьбу. Он мог ее повернуть в ту или другую сторону. Были артисты очень талантливые, были артисты-красавцы, были артисты-любимцы невероятной публики и женщин. Но он был какой-то ключевой. Что-то за ним стояло большее, чем просто лицо или большее, чем просто талант. Я думаю, что эта тайна, некое свойство очень больших актеров, которое заключается в том, что ты всегда понимаешь, что есть что-то еще. Что делает его интереснее, сложнее, глубже и загадочнее, чем тот просто персонаж, который он играет. Но и в жизни была эта тайна. Вот одна из самых старых фотографий. Это он очень молодой, в каких-то школьных временах. Она очень редкая фотография, я ее недавненько. Вот отец со своим братом, средним братом Николаем, дядя Коля и Саратов. В жизни он вроде так как-то вот, вот свой брат. Когда он зашел на сцену, я не вижу своего брата. Здравствуйте. Я хорошо помню это зачастую, что отец садился, садилась бабушка, мама, мы с Олегом. Вот они читали. Нам, допустим, бабушка с мамой читали книжки, детские сказки. Бабушка, царство небесное, замечательная, она по-французски говорила, и все время господа говорили, мама, какие господа, товарищи. Слушай, какие они у меня товарищи. Ну, вы что, господа. Крустно, конечно, да? Здесь вот дом, где я жил, мы его снесли. Такая была шутка, и у нас вообще. Да, а мы тут вот с Олегом сидели, вот тут крыльцо было. Вон, Олег. Вон, колечко. Мы сидели, ждали маму. Он там, я здесь. Он туда смотрит, я сюда смотрит. И смотрим, значит, мама с той стороны идет. Значит, такая энергичная, веселая, значит, ничего нет. Можно ложиться спать, голодный. Спасибо. 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 Я когда пойвел с его из Саратова в Минск, мы привезли, почему? Потому что в Саратове они так ужасно жили, убого. Мы приехали, мы спали на полу там. Папа не был, папа умер. Мы маме сказали, мамуренька, пускай у нас поживет. Мама не хотела отпускать. Коля особенно, братишка, он безумно его любит и любил. И я помню, Олежка пришел с футбольной какой-то тренировки, смокший, в коридоре лежал. А Коля его так гладит, сидит Олежка. Ну, куда он поедет? И мы Олежку довезли. Началась наша жизнь там в гримерках. Ну, ладно, сидели. Я хотел, чтобы он в театральный у нас пошел. У нас белорусский язык обязательно. Он говорит, нет, слава богу, я поеду в Саратов к маме. Добрый день, коллега. Что он фиксирует? Фиксируем. Приход ваш на работу. Время. Тут все стоит. Таймер. Ну что, думаете, что ответить? Да. В третий, что ли, съемочный день он меня взял за куртку, притащил к себе. А перед этим он мне сделал какую-то подсказку перед дублем. Он так резко взял мне, потянул к себе и сказал, слушай, гармаш, ты учти, если ты будешь ждать, что только я тебя буду поправлять и делать тебе замечания, вот, у нас так ничего не получится. Понял? Я говорю, понял. Сводите. С этого момента я стал чувствовать себя на съемочной площадке так, как будто бы я снимаюсь с человеком, с которым я учился на одном курсе. Он выпускник Саратовского театрального училища. И сейчас работает в Саратове в драматическом театре. Я вспоминаю первое мгновение, когда я увидел Олега на этой сцене и спросил, это кто? Мне сказали, это муж Люды Зориной. Женщика, как вы считаете, мне жмитесь на Любовь Сергеевне? Не знаю. Как друг и протекан такую трудную минуту, могу им дать полезный совет? Не знаю. Как хотите, Аркадий Андреевич. Он трогательно рассказывал тем, кто не знал, о том, что я-то был никто в Саратове. Я был так, артист Олег Инкусский. А она-то была звезда. Ее знал весь город. Современную роль какую-нибудь хотелось бы сыграть очень, чтобы он был своими слабостями, своими подвигами. Какой-то настоящий человек характера. Человек, наверное, в общем-то, существо сложное. Вот такого человека, современного человека, хотелось бы, конечно, помнить. Моя жена смотрит телевизор. Идет фильм «Ниже подписавшийся», как я потом узнал. Но эпизод, где в купе много людей. И в том числе Олег, который режет лимон. И я не очень хорошо знал Олега. Я видел только Мюнхгаузен. Я так смотрелся и думаю, а че этот парень так себя ведет? Он как будто и здесь с ними, и не с ними. Вот это отсутствие присутствия. Я тут же повернулся к жене, я говорю, слушай, ну это хороший артист считается. Она говорит, потрясающий. Он по случаю оказался провинциальным актером. Изначально он другой судьбы человек. И то, что с ним произошло, это так и должно было быть. Он прожил свою судьбу и прожил свою жизнь. И никаких случайностей нет. Он сидел в ресторане, ужинал. И увидел Басова, который со своей ассистенткой сидел там за другим столиком. Олег понял, что он на него смотрит, что он замечен. А он, значит, ест этот суп. И он думал, сейчас я уже доедаю, уже суп кончается. Надо уходить. А они все не подходят. Когда он снялся в фильме «Щит и меч», он почувствовал, что он уже есть. Признание зрителей. И как бы он это вкусив, он это не оставил, ах, ладно. А он это оставил в себе и понял, что останавливаться не следует. Да, извини, но у меня иногда возникает желание побыть немного одному. Мы с тобой сегодня одинаково небрежны. Ну, когда мы оказались в Германии, он первый раз за границей был. Нам задание дали жены, что мы должны привезти там предметок, так сказать, повседневного спроса женский. Но размеры немецкие не соответствовали нашим. А продавщицы были очень доброжелательны к нам. И они тогда, мы говорим, ну-ка, примерь. О, точно, откладывайте. Олег говорит, теперь ты другой пример. И мы так точно привезли все, что надо. Знаете, вообще он очень умел носить вещи. Какая-то была в этом какая-то небрежность, но небрежность элегантная. Ах ты, хорошо. Ну, это знаменитая фотография с Роланом Быковым тоже из серии советских открыток из киросков. Один из моих любимых фильмов, и из фильмов, который произвел на меня в детстве огромное впечатление, это «Служили два товарища». Потрясающая вот ирония судьбы. Они похоронены стык в стык с Роланом Быковым. За этой чертой жизни они оказались рядом, потому что вот так вот Олег Иванович, а вот так вот через тропинку, прям против Ролан Быков. Ну, махновское отродье! Вот пуля пролетела я, вот пуля пролетела я, вот пуля пролетела я, вот пуля пролетела и товарищи мои... Ну, что ты нищего за ночь тянешь? Ноет, ноет, вот хороших песен нет. Мне нравилось его умение превращать свои недостатки в достоинство. У него вот, например, не очень был хороший музыкальный слух. То есть слух-то у него был, а пел он не очень формировать не мог. Все ожидал, кроме Олега Ивановича. В дипломном спектакле он играл поручика, где человек поет. Он так хорошо рассказывал песню, что было полное ощущение, что он поет. Я в свои годы тоже отплясывал в кабаках. Я ему сказал, Олег Иванович, будет небольшая, но очень яркая роль. Но это мюзикл. Он мне говорит, при одном условии, я говорю, при каком? Говорит, я буду танцевать. Я говорю, Олег Иванович, так это подарок. Конечно, я тоже хочу, чтобы вы танцевали. Но тут, я говорю, одна неприятность. Говорит, какая? Надо будет ездить в течение какого-то времени и репетировать с хореографом танец. Он говорит, конечно. Внимание, запись. Естественно, ничего не репетировал. Но снималась сцена так. Мы поставили две камеры, включили музыку. А дальше мы просто сняли подряд три дубля. Он делал, что хотел. Поверь мне, что у вас такое тупое брожение туда-сюда побродвеет. Это жалкая пародия на то, что у нас была. Через три дубля он сказал, все, я задыхаюсь и не могу. И потом, кто вам сказал вообще, что я танцор большой измени? Кто вам сказал, что я должен танцевать? Я играю драматическую роль большую. Детскими болезнями надо переболеть в детстве. Но в итоге я смонтировал из этого тот маленький кусочек танцевальный, в котором он делает... Вот, значит, была так популярность, тоже исчислялась, есть ли ты на календариках или нет. Вот папа был очень популярный артист, всеми любимый. И много раз он на календарях был. Мы сохранили только за 91-й год. Ну что, братья-евреи, тоже на историческую родину? А на русском нет, что ли? Это? Ну, страна родная. Меня удивил Олег в фильме «Данелия. Паспорт». Когда он на характерную роль перешел. Он мог делать все, что угодно, вплоть до шута, до клоунады какой-то. Но самое главное, должна быть уверенной, что ты смазлива, что ты хороша с собой. Это только у дуры бывает. И дурой нужно быть немножко, если хочешь, понимаешь? Неси такую черношиночку в глаза, такую черношиночку. Бывают девчонки, вроде бы нет ничего. Ты меня понимаешь? Если бы нас кто послушал, это же белый горячек. Если посмотреть все те роли, которые он сыграл, ну просто диву даешься. Это все один и тот же артист, везде разный. Чертовское обаяние просто в любой роли. Игорь Сталин, ведь ты любишь меня, ведь любишь, любишь, Эбл. Это с режиссером Швейцером, он очень любил эту роль в «Крайцеровой сонарте». Вот очень у него серьезная там роль, замечательно он играл. Больше никогда этого не случалось в «Крайцеровой сонарте». Я вдруг спохватывался, что я забыл, что я оператором тут работаю. Я просто включался в этого человека, глядя в объектив, в дубли. И слушал, и слезы наворачивались у меня на глаза, и я просто превращался в просто чистом виде в зрителя. Я взглянул на ее с потеком разбитое лицо, и в первый раз, в первый раз во всей нашей жизни забыл себя, свои права, свою гордость. И в первый раз увидал мне человека, вспомнил о ней, о ее жившей, дышавшей, рядом со мной в душе. Первый раз. Тоже дружили они очень сильно. Александр Абдулов, дядя Саша, как я его называл, с папой они тоже в театре вместе много снимались. С Александром Абдуловым. Их вообще связывало, вот, по жизни очень много. И они с Абдуловым очень симпатично общались, очень серьезно. И Янковский говорил, я старше тебя намного, ты молодежь, ты мне будешь, наверное, мешать в жизни, я буду тебе стараться из театра с помощью разного рода интриг как-то, понимаешь, тебя уничтожить. Я как-то не обратил на это внимания, но когда пришла моя заплаканная дочь, ей сказала, Олег Иванович хочет Александр Гавриловича сжечь, так сказать, со свету. Я говорю, Сашенька, это они оттачивают свое комедийное мастерство. Вот через секунду он должен войти в кадр. Олег в это время щипал моих ассистенток, рассказывал анекдоты, что-то там хохотал там и так далее. Олег, камера. И он входил в кадр. Абсолютно другой. Многих артистов говорят, потрясающе играет. Вот Олег Иванович не играл. Вот было ощущение, что не потрясающе играет. Он просто перевоплощался, преображался в этого человека и начинал жить этим человеком. Слушай, ты не скачи, то я тебе нос сломаю. В тот момент, когда люди зачарованные смотрели, и там он играл драматическую сцену, я говорил, стоп. И у всех было ощущение, что сейчас все расплачиваются. В этот момент, как только случилось стоп, он поворачивался к камере и говорил, так. Стейк или котлеты? Говорил он через секунду после сцены, в которой у него вот стояли слезы в глазах. Приготовились! Ведь это вообще очень редкий дар играть. Кого надел береточку, влюблен по собственному желанию. Понимаете? Это самый свитерок надел, полет во сне и наяву. Вот эта вот способность перетекать просто в другой персонаж, в другую эпоху, в другое время. Причем я не думаю, что он действительно напрягался очень сильно по этому поводу. Из-за этого, видимо, у него все и так вот блистательно в кино и получалось. Потому что он, ну вот он не рвал, жил это себе вот, вот он не рвал. У него несколько обманчивая внешность. У него внешность такой абсолютной звезды. А на самом деле он был трудяга, очень много работал и работал очень тщательно. Никто так не заинтересовал в качестве картины, как режиссер. Я уже понимаю, что уже есть все вот это думать. Нет, что-то не нравится Янковскому. Мне все-таки кажется, что там какая-то заусенница. Помню, мы снимались в фильме «Поворот» у Абдрашидова Вадима. Мы плавали на корабле по Черному морю. А следующая картина должна была быть «Обыкновенное чудо». И вот Олег, играя в фильме, ходит со сценарием под мышкой. И что-то вот возьмет, посмотрит, потом так в небо посмотрит, задумается. Вадим, по-моему, тогда даже он обиделся на него. Он говорит, очень много думал о своих ролях. Так, речет встал, зазлился. О, и выключился. Впервые в истории кино. Я помню, мы когда снимались, кстати, на этой картине, приходи на меня посмотреть, и заговорили о даче. Он говорит, ой, я так люблю косить газон. Выйдешь с газонокосилкой, косишь, потом остановишься, закуришь, подумаешь. И вот это «подумаешь» я запомнила, вот до сих пор я это помню. Как ни странно, он любил молчать. Мы сидели, я маленький смотрел на него. Он молчал, и я молчал. Как-то нам вот и в молчании было хорошо, просто сидеть и помолчать. Вот такие собачки. Хороший какой-то, ребят. Кошка была, джаз, черный. И он всегда мечтал его сыграть. Ему очень нравилось наблюдать за тем, как он засыпает. И запоминать. Он говорил, что это для артиста очень важно. Он говорит, ой, как я люблю сидеть на улице в кафе, в любом самом барахляном, и смотреть на то, что происходит вокруг. Я говорю, Олег, дай я тебя поцелую, потому что это одно из моих любимейших состояний. Когда он играет дракона, это же характерная роль. Это же как подсмотрено. Я сегодня попросту, без щенов. С улыбочкой такой человек, понимаете? Это уже характерный артист. И нельзя сказать, что он может играть героев-любовников. Это вам, наверное. Ой, какая прелесть. Ой, не могу. Сил нет. Внимательный. Вы просто не представляете. Догадываюсь. Ой. Что? Я вас, кажется, знаю. Ну, наконец-то. Познакомься. Это моя жена. Люда попросил Олег снять. Я сказал, с удовольствием. Я понял, что он очень хотел бы это. Не в смысле, что это склеится с сюжетом. А вообще, думая о судьбе, актерской судьбе Люды, я считаю, что Люда, может быть, лучше всех сыграла. Очень много раз он мне рассказывал о том, как он считал себя абсолютно не по праву, конечно, но отчасти виноватым за то, что у нее вот так не сложилось, как он считал бы нужным судьба в Москве после Саратова. Я виноват. Ну, при чем тут виноват? Есть уже совсем фотографии, то, что принадлежит только нам. Они, видимо, не здесь. Но какие-то я вам покажу. Вот их фотография с папой. Они молодые. Это вот чуть ли не... Ну, меня, во всяком случае, не было. Мама красница. Ну, это я могу показать. Я маленький с мамой. М-м-м, какие щеки. Да, будто я потом... Это было единственное время, когда... Съемки в кино связаны с постоянными разъездами, отлучками. А как на это смотрят Донна? Вопрос очень такой жизненный. Дело в том, что мне было несколько проще. Вот сейчас мне предстоят какие-то работы, а вот впереди жена к этому привыкла. Жена тоже актриса и понимает, что это профессия. Это, наверное, сложно очень. Она и не высыпалась, потому что Филипп был маленький. И у Олега все время и съемки, и вот такая работа, и поклонница приходит. И у нее маникюр был. Я говорю, Люда, я говорю, как же ты с таким маникюром, с Филиппом? Она говорит, ну как аккуратненько все. Ну, я же не могу, они же приходят. Мне же нужно их встретить как-то. Вы знаете, она его очень любила, Люда Олега, очень любила. Перед тем, как уехать в Москву, она мне сказала, что я так хочу, чтобы у Олега все сложилось, что я сменю профессию, если это будет нужно. Вот это, наверное, самая удивительная фотография, которая есть у меня в доме. Жизнь этой фотографии по-другому не назовешь. В этом есть что-то мистическое. Мы наблюдали много лет с Олегом. Это фотография из фильма «Тот сам Мюнхгаузен». Подпись «Леня, это самое дорогое, что я могу тебе подарить. Твой Олег Янковский». И она каждый год пропадает. Она уходит. Вот ее уже почти нет. Уже почти сливается рубашка эта белая со стенами, а глаза все равно видны. Вот это невероятный взгляд Олега. А вот это пробы Мюнхгаузена, на пробах вот так было? Усы очень длинные сначала какие-то. У нас были большие сомнения с Григорием Гориным, когда мы начинали, значит, вот фильм «Тот самый Мюнхгаузен». И вот комедийная история, то, что психологически точно интересно это все будет. Я не сомневался, что будет ли он еще забавен, и весел, и смешон, и обладает ли он такой комедийной заразительностью. Вот оказалось, что да. Уже, да? Наташа, мне геймора. Ну что, Марк Анатольевич, скажете что-нибудь? Обо мне кино снимают. Ну что, уже говорил, похопаться. Да, вот господин Коган решил снять. Это вот я вас сейчас беру на... А детство уже отснято? Детство отснято, юность, отрочество. Вот зрелые годы. Пришли к старости. Я говорю, Олег, это надо на седьмом уровне подсознания, вот эту сказать фразу. Он доставал блокнот и говорил, Марк Анатольевич, на седьмом или на восьмом? Я говорю, на восьмом лучше. И мы были очень счастливы. Хотя остальные не всегда понимали. Это снимает кино во мне. И такая встреча из Германии, барон Мюнхгаузен. Мюнхгаузенов было много. И на сцене, и в кино. Но они были, скажем так, костюмные герои. А Олег его сделал абсолютно реальным человеком. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Он создал свой стиль. Он создал свой способ существования в кадре. Вот то, как существует Янковский в кадре, это может делать только он один. Я не могу понять, любовник, как это сыграно вообще. Каким это местом, как это можно в кино. Там же все видно. Вот, видно глаза, не соврешь. Он сходит с ума от боли, от проигранной жизни, от обмана от этого. Хотел я найти одну фотографию, но ее, судя по всему, куда-то надеялось. Ты считаешь, что Мерседес хорошая машина, да? Я говорю, есть даже шутка такая в мире, что есть две марки автомобилей. Мерседес и все остальные, да. Я говорю, ну, сейчас все машины, я говорю, хорошие, Олег Иванович. А Тойота? И Тойота замечательная. Ну, у тебя Мерседес, да? Дорогая машина? Я говорю, моя самая дорогая. Тойота. Олег не снимался в рекламе. Не снимался. Уже к тому времени все снялись. И мне звонят и говорят, что вот реклама в Вольво. Нам сказали, что он на рекламу не соглашается, мы даже ему заводить боимся. У него была большая достаточно семья. А вот я ему говорил в какой-то момент, ну, а что, ну, пойти сняться. Ну, кто дороже стоит в стране Янковскому? Ну, вот когда голод, когда голод, да, я пойду. И, говорит, пару раз ходил. Но если голода нет, я лучше подожду. Он считал, что вот это лицо, которым он обладал, оно должно участвовать в художественных произведениях. Визит зарубежный. И, по-моему, даже было это и с королевой Софией вот из Испании. Почему-то я вот сразу остановилась на Янковском. Вот он у меня, сразу у меня вот полеты во сне и наяву. Я сама не знаю, почему. Меня вот поразило его, во-первых, как он сидит. И вот как он владеет вот руками, ногами. Вот понимаете, это такая была красивая поза. Его это умное лицо. Он может вообще не говорить, а вот сказать глазами, что он хотел сказать. Это поразит. Это и в кино чувствуется. У него было совершенно уникальное лицо. Оно обладало какой-то невероятной притягательностью. Всегда вот его, когда вот в кадре было пять человек, то глаз метил именно в это лицо и туда тянулся. Все его морщины, которые в нем были, это все играло на него. Его взгляд, как сесть, как сказать, как руку поднять. На него было просто интересно смотреть. А с ним настолько было интересно играть на сцене, потому что у него так много было подробностей, которые меня волновали. Я чувствовала, как реагировало его тело на молодую Нину Заречную после ее ухода. И у меня возникало такое невероятное чувство отчаяния и ревности. Если ты захочешь, ты же можешь быть немыкновенным. Любовь юная, поэтическая, уносящая в мир грез. На свете только она одна может дать счастье. Такой любви я еще не испытал. Теперь вот она пришла, наконец, манит. Какой же смысл бежать от нее? Раньше было некогда. Я оббивал пороги редакции, боролся с нуждой. Теперь она пришла, манит. Какой же смысл бежать от нее? Я спрошел с ума. Не понимаешь меня? Вы сегодня... Что, не понимаешь? Не понимаешь меня? Он как кошка. Он всегда был выразителен. И в свету, и в тени, и в каком-то случайном свете. И обладал кинематографическим таким обаянием, фотогеничностью. У нас же есть такое выражение, когда камера любит или не любит. А уж камера Олега Ивановича очень любила. Очень. Андрей остался без своих актеров. Умер слоницем. И Андрей судорожно искал, кто бы мог сыграть у него фильм. Он часто говорил, ты знаешь, мне нравится лицо Олега Ковского. Оно необычное. Ты видишь, как он высечен. Ты видишь, как у него глаза, какой разрез. Он же с кифой вместе с тобой такой русский. И живой при этом. Олег приехал очень элегантный, серьезный, высокий и красивый. И Андрей представил Тонино, потому что Тонино, с ним не был звонок, знаком Олега, как представляют любимую красивую женщину. Вот это Олег. Вот то есть в этом была такая, понимаете, и это я заметила. И это было замечательно. Это было трогательно. Это Тонино сказал по-итальянски, он сказал, что это небольшое ругательство по-романьольски. То есть он как бы сказал такой, да-да-да, какой красавец сказал. И потом тихонько Андрей уже говорил по-итальянски, он сказал, но не троппо, перной, не слишком ли для нас. Когда он приехал, он не такой был красивый, как потом стал. Это работа его жены. В результате добилась он такой, стал красивой. Это заслуга женщины. А то все Олег, Олег, а жена-то что, ни при чем, что ли? Это единственный критик всех его фильмов, всех его ролей, безжалостный. Что-то мы обсуждаем там на кухне допоздна, и сидит Люда. Я говорю, а я не согласен с тем, что движет. Это совершенно другое. И он не перечил. Настолько все взаимопроникновенно. Сообщество двух очень сильных, талантливых людей в том, что Олег стал тем, кем он стал. Ее роль велика чрезвычайно. Олег не расслабил, как они вечерами репетировали монологи из креции, соната. Был союз очень серьезный, друг другу, каждому из них необходимый. Там картины. Я не понимаю, где они. Вот, люблю эту фотографию, но не знаю, что такое. Он был сам по себе. Какая-то тайна, вот эта тайна в нем, которая была, и может быть, она многих и привлекала, но он никогда до конца не раскрывался. Кто-то считал его своим другом, но это не значит, что он считал этого человека своим другом. Я даже не знаю, кто у него был когда-либо в гостях дома. Для него друзьями были его любимые. Это любимая его жена Людмила, с замечательным каким-то твердым характером. Это, конечно, сын Филипп, а позже это внуки. Последние наши разговоры с ним, которые я помню, это было дикое вот это раздражение на тему желтой прессы и попытки влезть в личную жизнь. Я помню, вот просто трясло. Наверное, издалека со стороны могло показать, что он сидит вот такой мастер, и к нему страшно подойти, на самом деле не так. Светлый и радостный человек, и с ним было всегда интересно, и никогда не было скучно. Мы оказались с ним в самолете на соседних местах. Олег Иванович у окна взял и предложил виски, а я все-таки так немного горделиво согласился на коньяк. Вот так нам было, мне уж точно, было хорошо в этом полете. Я не могу сказать, что он был очень закрытый человек. Он был очень глубокий человек, это правда. А просто не все могут донырнуть. Наверное, профессия актера и состоит в том, чтобы... Трудность, вернее, профессии. Стать актером сложно, но не так. А вот остаться артистом на какой-то долгий период, особенно в кинематографе, вот это дело непростое. Это самое сложное. Ольга не прошел эту дистанцию. Я думаю, он копил себя для того, чтобы потом, вот эту паузу выдержав, он поэтому смог сделать такие крупные, такие большие роли последние. Он за собой следил во всех смыслах. Как он был одет, как он выглядел. А самое главное, он смог сохранить себя как актера для этих ролей. Вот этот большой путь его, от молодого, в апогея славы, звезды и результаты этой жизни, переведенные в эти последние роли. Эти роли нельзя сыграть без той жизни, которая ему выпала, и той судьбы. Каким бы ты актером была, ни не было. Ну вот фотография, как бы, нашей семейной реликвии. Это папин отец, мой дедушка, Иван Павлович. Вот он в центре. Это Семеновский полк. Вот он в центре. Отец с солдатами перед отправкой на фронт, Семеновцы. Их поубивали всех почти. И отца пуля в животе, и Георгиевский крест. Дорогая мама так боялась всего, что папина дворянская грамота и крест были зашиты в какое-то кресло. И потом, где это кресло, она и не хотела даже вспоминать. Потому что это как проклятие какое-то. Семья переживала. Все неприятности отца, лагерь. Прихожу домой. Что такое? Мама сидит на диване, и ее обнимает какой-то мужчина красивый. И на меня смотрит. Я где-то фотографии отца веял, потому что отец ей писал, откажись от меня от фамилии. Она не отказала. Папа. Боже мой, сколько это было радости. Весь в шрамах. Мать ждала. Они только учащали вот что. Страх. Страх мамы. Страх бабушки. Это был 37-й год, 38-й. И вот однажды в 6 утра, примерно, я проснулся. И в моем доме еще киски. В доме перевернуло все. Папа растерянный. Мариночка у меня, я не понимаю. Я, я, я. И только отсидел там 5 лет. Я не бежал. Смирно! Потом поговорим, ну. Смирно! Ну, Святослав прав. Надо звонить. Смирно! Ну, я. Ну, встань смирно. Ну, что, тебе жалко? Мама не плакала. Бабушка растерянная. Ну, прощайся же, маму. Папу, папу забирай. И я побежал. Папа, отдайте папу. Уберите ребенку, уберите ребенку, уберите. Вы, что такое страх? Ах! Отец, когда в Саратов приехал, почему-то кореш, вспоминает, мы пошли в больницу. Папа сказал, купить большой арбуз, и мы кушали арбуз. Ну, он умер. Ну, он умер. Он не похож на моего отца внешне, но он мне очень напоминал моего папу. Вот, не знаю, взглядом, только каким-то сдержанностью. Ведь он попал к Тарковскому в первый свой фильм, только потому, что Тарковский сказал, он очень похож на его отца. Он похож на всех сразу. Он может быть председателем колхоза. Он может быть Николаем Вторым. Обладая таким счастливым лицом, значит, он напоминал каких-то близких своих родственников, вплоть до отца. Это как-то смешно, ты хочешь и артистом быть, и артисткой. Как артистом, естественно. Да? Ну, так вроде бы. Артистом, или мужем. Ну, естественно, как-то. Хотя мужские роли можно играть. С 42-х лет, я уже не помню Олежкина, мы называли дедом. Вот вся наша компания, Сашка был, называл его дед, я называл его дед. Это абсолютно простая мотивация, потому что у Олега, у перо появился Ванька. У дедушки были там спектакли, он снимался. А в выходные мы договорились, что мы по-моему время вместе, и он меня забирал, Лизу забирал. И мы, значит, проводили время, ходя в музей, ходя в кино, к примеру, мы выбирали какой-то фильм. Ваня, он говорил, сначала духовная жизнь, потом развлечение. КОНЕЦ Ну вот, тоже фотография величайшая. Эта штука, она у меня есть, естественно. Это папа в перерывах между съемками фильма, он гуляет со мной в Саратове, в парк Хлипки. А вот эта, тоже фотография мною любимая, это я жду папу. На гастролях стою там, около театра где-то в Волгограде. Вот я с отцом, эта фотография очень тоже редкая, я знал, что она есть. Это я маленький, в Саратове гуляет со мной. Это семейная история, Каренинская, она тоже не могла бы быть без его семьи, без его понимания, без его пути, который они прошли, семья. А может быть, ощущение того, что больше уже не будет данного. Как будто бы эта история про меня, про себя. Как будто бы это он о себе рассказывает, но вот именно таком, как Каренин. Я бы только там его не утолщала бы, я бы оставила его, вот какой он худой был. Вот он весь вот такой. Потому что у него есть внутреннее воплощение, внутреннее, истинное воплощение. Картина же много раз ходила с дистанцией, и я не знаю, как Сережа, как Славиев это выдержал, эти хождения по мокам. Мне кажется, если бы не Олег, он бы не закончил эту картину. Он понимал, что это что-то уникальное у него в руках. Но он картину-то про Олега снимал. И в конце концов мы все это понимали. И это было абсолютно справедливо, и внутренне мы все с этим согласились. И солист был он. Это очень тяжело смотреть. Только там много всего большого, настоящего и горького. Их было больше. У него, так сказать, любимых трубок было 5 или 7. Но 3 мы подарили близким людям. Одну я ему положил вместе с ним. Ушла с ним вместе. Бороб. Его-то. Я вот жалею, что камера не может передать одного. Ну, сложно. Камера с трудом передает запах. То, что у меня есть от Олега Ивановича, то, что можно не только пощупать, но и понюхать, это его трубочка. Было много трубок. Но в один из таких грустных дней, когда его не было, Людмила Александровна мне подарила на мой день рождения трубку с Олегом Ивановичем. Вот этот вот запах его табачка. В этом пространстве мы и обитали. Самое родное, что есть портреты любых артистов. И мой Олег. Меня спрашивают, ну, а что вы говорили с Олегом Янковским? Я всегда говорю. Почти не о чём. Врачились? Как надоело летать туда и обратно. Господи! Поймите, наконец! Все приготовились к финалу. Музыка. Поехали! Он пытался превращать то, что он видит, в положительные эмоции, в радость. Он во всём искал плюс, а не минус. Помните этот анекдотик, там, пессимист-оптимист, когда эти… Вот, когда вы видите кладбище, что, как, 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 ой, замечаете, такие плюсики, плюсики-плюсики. Плюсики, очень хорошие, да. Это оптимист. Плюсики-плюсики-плюсики. А наш плюсик стоит на Новодевичьем кладбище, наш плюсик. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Говорят, время лечит, но я по себе знаю, время, конечно, не лечит. То есть, притупляется только эта боль. На самом деле, это совершенно начинается другая жизнь. И он ведь лечился всегда от сердца. Ему сердцем было неважно. И на съёмках, приходи на меня посмотреть тоже, у него сердце болело. Я говорю, Олег, ну что ж ты? Зачем ты? Ну, ты ездишь каждый день. Он с дачи, по-моему, ездил. Такая дорога, ну ты хотя бы здесь ночуй. Ну, так же тоже невозможно выдержать. Ты и режиссёр, ты и актёр, у тебя такое напряжение. Нет, нет, всё нормально, всё пройдёт. Он как-то так всегда отмахивался. Я помню, как первый раз ему стало не очень здорово «Стеляги». Фильм был о премьерах «Стеляг». И мы ехали назад. Я его отвозил из кинотеатра домой. И мы обсуждали фильм, и всё. И, в общем, у него болела спина. Но он никогда не жаловался. Уходил он очень достойно и спокойно. Он играл в спектакле «Женитьба» до последнего мгновения. Вот мы видели, как ему тяжело, он продолжал играть. Это никто не замечал. А вот когда он почувствовал, что замечают зрители, что ему тяжело, вот тут он ушёл. Последний раз, когда он вышел на сцену, я помню, ему было очень-очень плохо. Ему было очень плохо. Он сидел здесь. Мы уже знали, что у Олега, что с ним происходит. И было такое количество цветов в конце спектакля. Такое количество цветов ему дарили. Это какая-то огромнейшая охапка. Такое ощущение, что люди прощались с ним. Больше он в спектакле не играл. И мы с ним больше и не виделись. Я уже его увидел потом вот на сцене. На той же сцене, только совсем в другой мизансцене. У нас, дорогой, это такое святое место. Обычно болезнь кардинально меняет человек, он становится другим, Олег другим. Во всяком случае, в тот период, когда я его ещё мог видеть, Олег не менялся. У него оставалось тоже чувство юмора, самообладание, интерес ко всему. Ну, я несколько раз приезжал в медицинский центр, когда плохо было. А Людка меня не пускала к нему. Я в коридоре сидел. Не хотел, чтобы я его видел другим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас уже холодно, а так подушечкой обученнее. Вот Олег Иванович так покачивался. Любил дремать. Любим и очень-очень тоскуем и скучаем без него. Он несколько раз мне снился, да. Причём в каком-то очень хорошем он был настроении, весёлом. Он подсаживается ко мне, я на гриме, вот так вот, нос к носу практически, вот так вот, и смотрит на меня. А я молодой артист. И я начинаю уже, вот что делать, я уже верчусь уже. А он сидит вот так, вот так вот, вот так вот, вот рядом. Я говорю, что Олег Иванович? Он говорит, хорошо быть молодым. И улыбается сидит, зараза. Ни с кем. Я ещё не обижаю других артистов, естественно. Но мне не хватает вот этой рожи, понимаете? Пардон. Этого лица, этих глаз. Остаётся только одно. Верить, что и он нас слышит, и сейчас сидит где-нибудь там на облаке, свесив ножки, улыбается и ругает меня. Что-то я говорю не то. Смотрю сейчас иногда отрывки из какого-то фильма, там, где Янковский, или спектакля. И только как бы ловлю себя на том, чтобы почти крикнуть. Ой, подожди, не уходи, не уходи. Не уходи, останься. Ещё поулыбайся. Ещё прищурься. Ещё прищурься. Ещё прищурься. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok